Еще несколько лет назад на месте этой ореховой плантации в Беляевском районе была сельская свалка. Сюда свозили отходы со всего Троицкого. Землю выкупил фермер Павел Тулба. И уже в следующем году соберет первый урожай. Аграрий добавляет. Условия и климат в районе Нижнего Днестра таковы, что здесь можно выращивать грибной деликатес, трюфель. Тем более, что росли они здесь еще в царские времена. Существуют, скажем так, пособия, при которых это все было описано, элементарные способы, при которых оно выращивалось. То есть у нас климат, он уникальный, он подходит для выращивания трюфеля, мы здесь его можем вырастить. У нас в Украине существуют институты, которые имеют возможность полностью нам помочь технологически. Мы уже разработали для себя технологию выращивания трюфеля, мы понимаем составляющие всего этого процесса. У нас есть свои биоферментаторы. Это устройства, на которых мы воспроизводим органические препараты, для того, чтобы была дешевая себестоимость. Самое важное условие для выращивания трюфелей – деревья, грецкого ореха и фундук. Трюфель – это гриб, который растет только на корнях, поясняет фермер. Мы начали его выращивать, нет хорошей жизни. В любом случае, Европа уже выращивает трюфель на корнях фундука и на корнях ореха. Рано или поздно скажется на себестоимость этого продукта. Если мы не будем делать то же самое, мы просто будем вне рынка. Так с нами, конечно, европейцы не делятся технологией выращивания трюфеля. Но это нам не мешает ее освоить. Мы уже ее освоили и мы однозначно можем уверенно сказать, что мы вырастем трюфель в условиях Одесской области. Пока же при помощи львовских ученых происходит подготовка почвы. Еще 4 года нужно на то, чтобы трюфель вырос. Но в кооперативе, который возглавляет Павел Тулба, готовы к такому времени ожидания. Виталий Хемьи, Григорий Евич, телеканал Репортер.